Утро дома продолжается на календаре 25 мая, и сейчас к нашему эфиру присоединяется куратор проекта «Мемориал гражданских жертв войны России против Украины» Юлия Тупиченко. Юля, сразу хочется первый вопрос задать о том, как возникла идея мемориала и как она вообще осуществлялась? На самом деле идея мемориала у нашей команды возникла тогда, когда с первыми днями войны сразу было понятно, что будет и есть много жертв российской агрессии. И я сам тогда волонтерила в «Червоном Христе», мы ездили по селах, передавали гуманитарную помощь, общались с жителями. И как-то эта информация начала сама по себе накопичивать. Ну вот, там кто-то рассказывал, что там загинули соседи, кто-то про родителей рассказывал. Мы тоже это записывали, потом уже я вернулася до работы и выникла такая идея, чтобы это все не было в стилку десь, або где-то там не лежало. Но мы решили собирать эту информацию, продумать эту информацию и вот так вот выникла эта идея мемориала. Юля, а как на данный момент происходит сбор информации? Охотно ли идут близкие погибших на контакт, делятся историями? Большинство информации мы беремо из открытий джерел, интервью, возможно, там, иншим виданиям, або нашим мережам, агенциям, або ціла мережа региональных медиа, теж на Сходе Украины, дуже багато сайтов и виданий. И наши журналісти берут интервью, и другие журналісти, мы читаем, вызбираем эту информацию по книгу, також там телеграм-канали різные, группы в Фейсбуке, это, как бы, открыта информация. И еще не было такого, чтобы родители были против, что писали там с проханием, чтобы мы прибрали кого-то с сайта, без наших соцмереж. Какие люди охочи заповняют нашу гугл-форму, яку мы створили для того, чтобы мы могли записать туда своих родных, своих друзей, которые погибли в нашу ряду к российской агрессии? Я хотела спросить, что я по себе знаю, что безумно сложно говорить с близкими об их потерях. И очень сложно подобрать слова, очень сложно понять вообще, как об этом говорить. Как вы справляетесь с таким потоком вообще горя, боли? Возможно, у вас есть уже какие-то, не знаю даже, как это назвать, рецепты наработанные. Как-то вы себе придумали, как с этим справляться? Ну, над информацией, над сайтом, над всем мемориалом у нас працюет очень большая команда. Это журналісти, это дизайнеры. И я, как кураторка проекта, через меня приходят все истории. Но, на самом деле, основной такой процесс спілкувания, процесс сбора информации лежит на журналістах. И, ну, я бачу, что деяким, правда, тяжко, но, так как они сами, ну, из тех мест, из местечек, и они понимают, насколько это важно, и, напевно, вот это очень сильно мотивирует. Как не зайти с розумом от такой количества гор, которые принесла нам Россия, я, на самом деле, не знаю, потому что у каждого психика адаптовуется по-різному до этих всех событий. Для кого-то такой большой объем информации, такой про загибших, оно, ну, на самом деле, тяжко провозиться. И у нас деколька людей, от, пішло с проекту просто потому, что, ну, не вывозили. Ну, и это нормально, это зрозуміло, что не все люди готовы и могут физически такий объем горя пропускать через себя. Юля, скажите, пожалуйста, как сейчас и чем можно помочь вашему проекту? Юля, первое, это распространять эти истории о себе там на фейтбук-сторонках, скидать друзям, возможно, это какие-то там ваши соседи, або еще кто-то, або знакомые. Я хочу написать нам, если кто-то из ваших родных или знакомых тоже погибло в этой войне, и мы будем публиковать его в историю. Юля, сейчас большая сложность в том, чтобы собрать информацию, потому что, например, в одном телеграм-канале, в котором публикуются загибли из Марьюполя, там близко тысячи людей. И это просто невероятно, величезный объем, и мы понимаем, что это не все истории, не все люди, которые погибли. И наша цель, наша миссия – это брать больше информации и опубликовать, и распространять святу и украинцам, чтобы это не была статистика, а это уже было как истории людей. Также, если я вернусь к людям сейчас за кордоном, то они тоже могут попросить нам, они могут попросить, перекладывать историю, скидать свои миссии, рассказывать журналистам во время интервью про этот проект, чтобы даже за кордоном они тоже узнавались про нас, и больше писали про то, что Россия, на самом деле, они не стреляют по цивильности. Юля, спасибо вам огромное. Вы делаете очень важное дело, потому что, на самом деле, правда, в отличие от России, для нас каждый наш украинец важен, ценен, и потеря каждого – это больно. Но, конечно, хочется, чтобы работы у вас в этом направлении было поменьше. Все точно. Спасибо вам большое. Победа нам. Примоги нам всем. Дякую. Так. О мемориале гражданских жертв войны России против Украины в эфире «Утрадома» мы говорили с куратором этого проекта Юлией Тупиченко. Присоединяйтесь к инициативе. Сохранять память и показывать правду – это важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова